МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбираемся, где горожане могут без опасений для здоровья купаться этим летом и составляем рейтинг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а прямо сейчас уступаем место в эфире Вере Черных и ее рубрики «Здоровый вторник». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, кто следит за самыми важными открытиями в мире медицины и индустрии красоты. Пришло время рассказать, что же интересного произошло за прошедшую неделю. Настоящие чудеса продолжают творить так называемые очки для дальтоников. На днях весь интернет обсуждал видео, в котором жена подарила такие очки своему мужу. И тот впервые в жизни увидел настоящий цветной мир. Конечно, он не смог сдержать слез. Это устройство было изобретено случайно, когда один из дальтоников надел очки для защиты глаз от лазеров. А тем временем Минздрав Южной Кореи борется со вспышкой смертельно опасного коронавируса. Под особым контролем вокзалы и аэропорты в связи с тревожной обстановкой Роспотребнадзор на Дальнем Востоке усиливает контроль на границе. А в Ростуризме рекомендуют отказаться от поездок не только в Южную Корею, но и в Саудовскую Аравию. Кстати, проблемы с дыханием беспокоят каждого пятого взрослого на земле. Именно столько людей после 30, согласно статистике, храпят во сне. Однако далеко не многие из них задумываются о значимости такого специфичного ночного сопровождения. Так ли безопасен храп, почему он возникает, о каких болезнях говорит и как избавиться от него, расскажу прямо сейчас. В стародавние времена жили на Руси богатыри и великие, и все они делали с размахом. Утром дрова кололи на всю деревню, днем вратном бою родину защищали, ночью богатырским храпом округу оглашали. Вот, видимо, и повелось с той поры, что храп – признак отменного здоровья. Однако медики уверяют, храп может стать причиной смертельно опасных заболеваний. А по статистике, 10% зрелых пар в мире разводятся именно из-за сильного храпа одного из супругов. Механизм храпа напоминает игру на духовом инструменте. Поток воздуха проходит через узкое пространство в глотке, наталкивается на расслабленные мышцы мягкого неба, и те в ответ начинают вибрировать. Воздух проходит через узкие дыхательные пути со звуком, который может достигать 90 децибелов. Также у храпа есть одно очень и очень опасное осложнение – апноэ – остановка дыхания во сне. Человек может не дышать целую минуту, и такие паузы нередко приводят к остановке сердца. Основными причинами болезни остановок дыхания во сне и храпа являются прежде всего это патология верхних дыхательных путей. Даже у детей регистрируется храп и остановки дыхания во сне. Частично причины храпа надо искать во вредных привычках и неправильном образе жизни. Например, в наличии лишнего веса. Его увеличение всего лишь на 10% может ухудшить параметры дыхания в два раза. Дело в том, что жировые отложения в области шеи приводят к сужению глотки, а полных людей к храпу и беспокойным ночам. Много храпунов и среди курильщиков пристрастие к табаку вызывает воспаление и отек слезистой оболочки, а также среди постоянно употребляющих алкоголь. Он снижает тонус мышц глотки. Спровоцировать храп также может и прием на ночь снотворных препаратов и транквилизаторов. Вообще причин для храпа десятки. Поставить диагноз и назначить квалифицированное лечение по силам только опытному сомнологу. С его кабинета и стоит начать свой путь к здоровым условиям. При средне-тяжелых формах лечения это СИПАП-терапия метод создания постоянного положительного давления в дыхательных путях. Метод, механизм, так скажем, прост в том, что создается положительное давление в дыхательных путях и не что препятствует падению. Храп лечится и самый надежный метод избавления от него это хирургическое вмешательство. Но также на сегодняшний день отлично зарекомендовали себя аппараты, которые помогают самостоятельно дышать пациенту и поддерживать правильный ритм дыхания во сне, что очень важно для больных апноэ. Храп – это болезнь, которую можно и нужно лечить. Дышите свободно и будьте здоровы! Ну а если у вас есть что рассказать нам или вы давно хотите задать вопрос специалисту-медику, но по каким-то причинам не можете, то звоните в нашу редакцию по телефону 290-08-90 и мы постараемся найти ответ. С вами была Вера Черных. Будьте молоды и красивы! Увидимся через неделю! Если вы собираетесь в отпуск за границу, вот несколько интересных фактов, которые вы должны знать. Из-за увеличения туристического потока в Грецию визу следует оформлять за два месяца. А вот Египет вернул недавно отмененную пошлину. С 1 мая визовый сбор вновь составляет 25 долларов. Также подорожал въезд в Великобританию. Туристическая виза на срок до полугода стоит сейчас примерно 7 тысяч рублей. Ну а ранее бесплатная краткосрочная учебная виза теперь стоит 6,5 тысяч. Но если отдыхать вы планируете не дальше Красноярска, не пропустите топ лучших мест для купания от Алины Малиевой. Самый красивый берег в мире находится на Багамских островах и название его говорит само за себя. Пляж розовых песков. Самый длинный в Бангладеше, протяженностью 120 километров. У нас в городе купальный сезон уже открыт. А вот где? Предлагаю разобраться вместе. Красноярские спасатели определили три места в черте города, куда с легкостью можно прийти, отдохнуть, поплавать и получить шоколадный загар. Знакомое всем озером мясокомбинат, Абаканская протока острова отдыха и искусственный водоем острова Татышев. Вход на все городские пляжи бесплатный. А вот если вам захотелось взять на прокат катамаран или пляжный инвентарь, готовьтесь позолотить ручку. В Эмильяновском районе недавно открылось место отдыха для детей и взрослых с богатой инфраструктурой «Озеро мечты». Вход платный от 300 рублей. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол» тоже имеется пляж. Шезлонги, зонтики, площадка для волейбола, футбола, теннисный корт. Цена вопроса от 200 рублей. Большой бассейн на открытом воздухе в пляжном комплексе «Мираж». Общая площадь территории 4000 квадратных метров. Взрослый билет 800 рублей, детский 600. Ученые рекомендуют время от времени находиться на солнце для выработки витамина D, а мы – для хорошего настроения и приятного отдыха. В поселках Золотая Горка действует программа рассрочки платежа на 15 лет под 12% годовых. Под программу выделено 70 земельных участков. Строительство дома – 18 500 за квадрат. Золотая Горка. Жизнь в удовольствии. Все для ремонта. Алюминиевый радиатор – 340 рублей за секцию. Ванна акриловая – 8 990 рублей. Магазины «Горизонт». Мэр ЧК 45, Свердловская 8А, Северное шоссе 5Г. Телефон 214-44-12. Создайте свой неповторимый образ. Салон женской одежды «Белла Донна». Размеры от 48 до 70. Стильная и яркая коллекция. Мы дарим уютное и теплое настроение в любую погоду. «Белла Донна». Для Дан с шикарными формами. Крайом. Две створки по цене одной. 233-5533. Сибирский федеральный университет собирается компенсировать проезд до места учебы поступившим с высоким баллами по ЕГЭ. Оплатить проезд до места учебы на автобусном или железнодорожном транспорте обещают первокурсникам, которые проживают за пределами Красноярска. Ну и кроме того, призеры и победители Всероссийских Олимпиад могут рассчитывать на двойные стипендии. А если рейтинг будущих студентов по ЕГЭ выше 210 баллов, они получат дополнительные выплаты в размере 100% от базовой стипендии. Но если вас и ваше чадо заботят не результаты ЕГЭ, а летний отдых, следующий материал для вас. Перед тем, как отправить ребенка в лагерь, возникает масса вопросов. Какие документы подготовить? Какие справки и анализы нужны? А стоит ли ставить прививки? Ну что, давайте по порядку. Начнем с прививок. Перед поиской в лагерь специальных каких-то прививок простановка не требуется. То есть ребенку необходимо взять копию формы 63-й этап профилактических прививок, и достаточно тех, которые поставлены по календарю. Особое внимание следует уделить этой пробы реакции МОНТУ, чтобы она ставится ежегодно, чтобы была и при необходимости консультация афтезиатра. В связи с тем, что неблагополучная ситуация у нас по коре в этом году в нашем районе, ну в городе, поэтому необходимо, чтобы были прививки против кори. Две это вакцинация и ревакцинация. И, естественно, против клещевого энцефалита. Данная прививочка ставится с трех лет. И поэтому ребенок должен быть привит против клещевой энцефалита, либо иметь страховку. Еще необходимо сдать анализы кала и соскоб, которые действительно в течение месяца. Обязательно сходить к стоматологу и за три дня до заезда прийти на осмотр дерматолога. Если такового специалиста в вашей поликлинике нет, обратитесь к педиатру. После чего оформляется медицинская справка. Вся эта информация необходима медработникам лагеря. Все-таки предупрежден, значит вооружен. Тем более, если ребенок страдает аллергическими реакциями. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они не привозили на день открытых дверей и вообще детям запрещенные продукты. Родители сами иногда провоцируют, потому что дети не приучены к питанию каши, супы и говорят, что им не хватает. Хотя питание у них всегда сбалансированное и подобранное. И везут пиццу, фрукты, овощи. И, конечно, не стоит выводить ребенка за пределы лагеря. Укус клеща еще никто не отменял. И завершающим пунктом является подготовка основных документов. Из документов родители должны заполнить анкету заявления, принести копии паспорта, копии свидетельства о рождении, копии медицинского полиса. Также при покупке должны иметь оригинал паспорт, ну, как платить все к родителям. Выполнив все вышеперечисленные пункты, вы можете быть уверены, что ваш ребенок отдохнет весело и без происшествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что щитовидная железа увеличена и какие симптомы указывают на ее заболевание? Щитовидная железа, она может быть увеличенной. Ее может быть структура нарушена, она может быть неоднородной структурой. И могут образовываться очаговые образования или узлы, или там кисти, да? Второй момент изменения в щитовидной железе – это нарушение ее функции уже. Функция может быть снижена и функция может быть повышена. Проявление повышенной функции щитовидной железы – это человек раздражительный. Он очень, так скажем, живой такой, потливость, чувство жара постоянно. Человек худеет, повышенный аппетит, да? Учащенный стул может быть, учащенное сердцебиение. Человек, в принципе, очень раздражительный и докучает соседей окружающих, там, родственников. При пониженной функции щитовидной железы, когда она не вырабатывает гормонов, организм впадает в спячку, можно сказать. Здесь, наоборот, симптомы. Человек абсолютно спокойный, его ничего не волнует, его ничего не интересует. Частота сердечных сокращений урежается, развиваются редкие сердцебиения. Отечность появляется лица, увеличивается язык в размерах, отпечатки зубов появляются на языке. Становится сухая кожа, выпадают волосы, нарушается менструальный цикл у женщины, может быть, бесплодие, запоры. То есть вот такие, но чаще всего скрытно протекает начало вот этих вот заболеваний. И здесь только при обследовании щитовидной железы можно поставить правильный диагноз. Если у вас возникли вопросы к нашим специалистам, звоните в редакцию программы НЭП по телефону 290-19-90. Вместе мы найдем ответы на любые вопросы. На этом у меня все. Но главный час на седьмом канале продолжается. Всем удачи, только грамотных покупок. Счастливо! Продолжение следует...